Радио Болтком 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 То есть хотелось бы, конечно, дождаться, когда кинотеатр откроется для всех. Ты прав, конечно, то есть создаётся ощущение, что ничего не происходит, никаких съёмок нету, хотя нерегулярно. Мы говорили как раз, да, скажи, скажи. Только я подходила к вашей студии, вот непосредственно у вас за углом стоит кинотранспорт, и на локации происходит съёмка. То есть съёмка происходит где-то внутри, но вот это бурление, вот это суета вокруг локации происходит. Короче говоря, сразу определил, что здесь снимают кино. Да, да, я сразу поняла по всем машинам, которые там стоят рядом, и людям, которые там крутятся вокруг, да, то, что съёмка происходит вот у вас здесь под боком прямо вот сейчас. Это очень смешно, вот это действительно такие шпионские, штирлицовские какие-то моменты, когда я спрашивал тоже, я сейчас боюсь соврать, но вот с кем-то из наших режиссёров говорил, он говорит, ну, этот снимает. Ну, как, я, конечно, точно не знаю, просто я должен был брать какую-то дорогую камеру на прокат, мне скажут, что она занята вот этим режимом, ну, значит, он снимает кино. То есть вот становится известно таким образом, что… Ну, а так, да, в прокат, к сожалению, пока вот за последний год, мне кажется, не вышла ни одна картина латвийского производства, латвийского производства, да, И, но в то же время, скажем, вот в прошлом году, вот конкретно у меня случился переломный момент, да, что вот три года спустя после окончания ВГИКа я, наконец-то, получила возможность, да, поработать по своей специальности второй режиссёр. Снимал с планированием достаточно длинного сериала из 70 серий, да, у нас было 4 месяца съёмок и в общей сложности 94 смены. Что за сериал? Это сериал для местного канала, ТВ-3, называется «Нэмми латы», первый сезон, те, кто, может быть, смотрит канал и следят за этим сериалом, они уже в курсе, что и второй сезон вышел, да, в этом году, мне кажется, с февраля, да, и уже, насколько мне известно, снимается третий сезон. Вот, но не только это, в прошлом году я знаю, что и многие латышские режиссёры снимали свои полнометражные ленты, работы уже, скажем, в этой индустрии, уже начинаешь, как бы, глаз на вас трём, как ты говоришь, да, и начинаешь, ну, следить за происхождением вообще того, что сейчас происходит в этой сфере. И непосредственно в этом году, казалось бы, да, когда у нас вторая волна включилась с ноября, второй локдаун, да, там, нельзя собираться больше двух людей, там, два метра и так далее, не будем о плохом, в то же время были запущены несколько достаточно крупных проектов, в том числе на одном из которых я работала, и, опять же, полнометражные ленты, и сериалы, все соблюдают ковид-требования, да, то есть это было ещё до такой массовой вакцинации, соответственно, то есть это регулярное тестирование, команды актёров массовки, если, конечно, она приходит, да, потому что много людей из разных домохозяйств, естественно, то есть как-то надо за этим бдить. А также, как бы, требования, то есть ношения масок, ну, естественно, не в кадре, да, а за кадром, да, и вся команда съёмочная, да, работает непосредственно в таком режиме, да, ну, наличие дезинфекторов и, так сказать, наблюдение за состоянием команды и людей, которые находятся на площадке в кадре тоже. То есть это такое требование, да, то есть при соблюдении которого, да, вот всё-таки состоялась возможность того, что местные работники кино работают по своей специальности. Второй режиссёр, вот когда мы говорили с Токаловым, он как раз-таки подчёркивал, что все представляют, что есть там режиссёр, оператор, актёр, и вот на этом знание как будто бы ограничивается, и непонятно, что, тем не менее, вот когда проходишь, видишь, что идут съёмки, огромное количество людей на площадке, у каждого есть своя функция, своя какая-то задача, то есть вот чем занимается второй режиссёр и вообще сколько нужно этих режиссёров? Режиссёров. Всё зависит, конечно, от бюджета проекта и его масштаба, да, то есть мы откладываем голливудские все продакшены, да, потому что это как бы не про нас, да, вот, у нас, ну, какие средства есть, такие есть, привлечены, инвестированы, да, и поэтому, то есть какие-то должности даже, ну, одна личность может несколько должностей в себе объединять. И, естественно, то есть как бы то, что происходит с начала мотора, да, естественно, то есть это операторская группа, бригада световиков, да, это гримеры, это костюмы, это всё на месте, но есть люди, которые планируют этот процесс для того, чтобы все собрались в одном месте, чтобы на момент мотора все актёры были готовы, загримированы, одеты в костюмы нужной эпохи соответствующего стиля, и, то есть вот этот человек является, в принципе, второй режиссёр. Ну, есть ещё такой нюанс, что как бы я обучалась во ВГИКе, это в России, вот, и у них как бы второй режиссёр, это, ну, то есть если мы говорим про Америку, там у них есть и первый ассистент режиссёра, и второй, и третий, да, то есть это больше, так сказать, уже расширено, да, и там непосредственно второй режиссёр, это как бы, можно сказать, что вот этот человек-оркестр, да, в плане планирования, то есть это непосредственно создание графиков съёмок, создание так называемого вызывного листа, это уже непосредственно перед съёмками, да, рассылка его всем членам команды, и актёрам в том числе, и дальше, как бы, этот же человек, по идее, может работать и на площадке, следя за соблюдением этого вызывного листа и того процесса, который запланирован на тот день, то есть это на какой локации, какие актёры, какая техника нужна, какой свет нужен, да, то есть, как правило, это уже, как бы, другой человек, это, может быть, там, помощник второго режиссёра, который уже реализует этот план на непосредственном месте, а вот, как бы, вот специализация второго режиссёра, да, в неё входит именно вот, вот, собирание информации перед, то есть это могут быть при очень хорошем раскладе, это до съёмок, заранее, за несколько месяцев, это ознакомление со сценарием, это ознакомление с командой, то есть, как бы, от каждого цеха набираются представители, режиссёр присутствует, продюсеры, и они, соответственно, делают читку сценария, то есть это проходится по всем сценам, эпизодам, и, ну, выясняются какие-то нюансы, опять же, каждая сцена имеет свою длину, длиноту, так называемую, да, которая, ну, в зависимости от которой ты понимаешь, как ты их можешь в один день поставить в одну локацию, с необходимыми актёрами, с учётом того, сколько у тебя будет выработка, да, то есть это, ну, может быть, сложно, но, по идее, это тоже, тоже, то же самое руководство проектами, да, так называемое, потому что я пришла, как бы, из немножко другой индустрии, да, занималась долгие годы рекламой и маркетингом, да, и руководила проектами, то есть кино – это тоже проект, и в нём тоже есть команда, да, и есть начальные… И понятно, что есть актёры, у которых, например, он сегодня снимается в этом проекте, завтра он снимается в другом фильме, а вообще вечером он играет спектакль в театре, и вот всё скоординировать, чтобы именно в этот день он был свободен, предупредить его, чтобы он, не дай бог, не забыл о том, что у него там съёмка, вот это всё? Это всё, да, это держишь в голове, вот в компьютере, в графиках, да, и это всё складывается. Естественно, ещё есть локации, да, которые надо тоже найти, чтобы они соответствовали задумке художественной самого кинопроекта, да, то есть это договорится. Если съёмки на улице, если требуется ограждение территории, вот как здесь сейчас, да, определённого отрезка улицы, например, то это всё надо согласовывать с городскими службами. То есть на всё нужна бумажка. И это всё делает… Нет, это уже отдельная должность, это локейшн-менеджер так называемый, да, они делают так называемый скаутинг, то есть они выезжают на локации, смотрят, проверяют, делают фотографии или, может быть, делают какое-то видео, небольшую зарисовку, предлагают это режиссёру-продюсерам, да, и согласовывают с ними, если утверждено, они дальше уже согласовывают это место, эту локацию для съёмок, да, потому что иначе, то есть никак, да. Хотя, в принципе, как я уже упоминала ранее, иногда приходится объединять несколько обязанностей, да, или, например, то есть как бы всё равно, как ещё раз подчеркнул, кино – это командная работа, то есть, например, с учётом того, что как бы второй режиссёр очень хорошо знает сценарий, потому что у него есть в наличии, у него есть целый брейкдаун сцен всех, да, и он понимает, какие сцены в каких локациях, с какими актёрами, то иногда возникает, то есть как бы предложение, да, вот давайте мы эту локацию снимем там-то, да, потому что, может быть, ну как бы не все держат в уме или знают какие-то места, вот, и порой очень сложно найти, порой очень сложно договориться, да, и, ну, например, конкретно в прошлом году, да, у нас было очень много съёмок именно в настоящих квартирах, то есть это вот разные локации, да, которые в интерьере снимались, и они снимались именно на квартирах, то есть это… А так удобнее, чем в студии создавать? Конечно, это, опять же, бюджетнее, да, потому что декорации – это сложный процесс и не всегда возможный, это может быть какие-то, ну да, есть у нас Синевилла, где, в принципе, находятся экстерьерные декорации, по большому счёту, и есть места, может быть, ещё на Рижской киностудии, может быть, в других местах, да, где, в принципе, можно создавать декорации с нуля, но это очень затратный процесс, там сразу очень много средств уходит, и людей привлекаются, да, и, естественно, это удобнее, потому что это сразу выстраивается под необходимые позиции, скажем, той же камеры или света, да, то есть там ты можешь раздвинуть пространство, чтобы вместилось в необходимую технику. А на квартирах это всегда, ну, сложно, потому что пространство ограничено, тем более наши типовые квартиры тоже, скажем, небольшого, небольшой площади, и поэтому съёмки в таких местах достаточно затруднены в плане того, как разместить актёров, как удачно кадр выстроить, да, и плюс ещё где спрятать всю технику и людей, которые находятся за кадром. Вот, и, ну, как говорится, то есть вот тоже по случаю, да, мы искала квартира для одной из героинь и студентка по сценарию, и, ну, вот предложила свою квартиру. То есть фактически, да, два съёмочных дня неподряд было вот именно на моей квартире. На новом проекте нужна была база, потому что снимали неподалёку через дом в квартире, и нужна была база для команды, то есть где базируются гримеры, костюмы, команда там приходит отдохнуть, да, ещё что-то. Опять предложила свою квартиру, потому что она буквально 200 метров от моего дома была эта локация. Вот, то есть такие, ну, когда ты понимаешь, что как бы все работают на одну цель, на один проект, это как-то сплачивает людей и как-то позволяет вот именно как бы делать предложения, решения искать совместно. Да, потому что я сразу вспоминаю, вот на проекте «Изла и Дума Гатс» в фильме, там было несколько, ну, момент, что любовь учительницы и ученика, и вот они сбегают, по-моему, в Париж, и у неё режиссёр признался, что они снимали в Париже пиратским образом. Ну, то есть, ну, там это было настолько сложно, долго и дорого, то есть, получать все эти разрешения, что эти, ну, несколько там буквально планов, ну, чтобы показать, что вот как они в Париже гуляют где-то, то есть, это вот оператор, тайком, и актёры выезжали и сняли эти несколько сцен. Это случайно не было «Семь миллиардов лет до конца света» фильм? Нет, «Изла и Дума Гатса». «Изла и Дума Гатса» тоже есть, я знаю, да, Гауи, да, но мне кажется, что ребята с съёмочной группы «Семь миллиардов лет до конца света», они тоже выезжали в Париж и тоже снимали, как говорится, ну, по-пиратски, или как сказать, да, да, да. Ну, вот так вот. Ну, да, так приходится. Быстро снял, быстро ушёл, да, и не требует никаких согласований. Опять же, если не надо перекрывать, если тебя фон устраивает, тебе не надо ограничивать движение пешеходов и машин, да, что это всё соответствует текущему времени в кадре, да, то необязательно как бы там искать, ходить с бумажками там от инстанции к инстанции. Ну, вот я знаю, что, по-моему, всё-таки в Голливуде и в советском кинематографе второй режиссёр, он также отвечал и за съёмки, ну, каких-то общих планов, там-там, где, скажем, ну, проезд, не знаю, кареты по улице или там, ну, вот общий вид города, какие-то, вот такого рода планы. Это так называемые юниты, то есть, когда делится, вот первый юнит непосредственно занимается работой с актёрами и в кадре, да, то есть, это, получается, главный юнит, да, так называемый, ну, как бы департамент, да, и там дальше, может быть, два-три ещё там юнита, да, которые занимаются подсъёмкой нужных кадров, да, то есть, это какие-то экстерьеры, да, это какой-то вот проезд машины, да, когда мы все думаем, что вот актёр едет, а это уже всё сняли в другом месте и вообще, то есть, на зелёном экране, там, хромакеи, да, и подставили уже локацию за окнами, да, а проезд, чтобы показать, что действительно в пространстве это всё перемещается, что мы как, ну, что это не театр, потому что кино – это всё-таки не театр, да, то есть, это не одна локация и два часа общего плана, как-то в анекдоте одном говорили, да, то там, естественно, да, это уже занимаются другие юниты, им даются чёткие указания и задачи ставятся, и они уже вот эти все подсъёмки, так называемые, делают, да. Массовка, опять же, вот это, может быть, 3-й юнит, да, где в кадре не присутствуют главные актёры, да, но надо создать, допустим, какую-то демонстрацию, ещё не демонстрации, да, а подсъём уже демонстрации с актёрами происходит с меньшим количеством массовки на втором плане, например, да, а вот большая, крупная, да, это уже вот могут снимать там из дронов и камерой, да. У нас есть такое деление или это всё-таки, ну, у нас другая история и всё снимает? У нас немножко другая история, да, потому что у нас ограничено тоже, ну, количество техники, так можно сказать, да. Ну, да, она есть, она качественная, да, и можно из Литвы, из Эстонии брать, да, цена вопроса только, но всё-таки такого, ну, масштаба, она вряд ли мы можем, так сказать, разделять на такие подгруппы. Да, и понятное дело, что это больше, так сказать, работа одной и той же команды, да, просто в разные дни, часы, да, и вот когда в прошлом году планировала сериал, тоже мы такой подсъём вставляли в вызывной лист, что вот на этой локации, вот после этих сцен, значит, там, не знаю, в помещении А, да, надо подснять этот дом снаружи. То есть это просто по, ну, буквально там до минуты плёночного времени, вот, для того, чтобы дать понять, что, ага, вот они сейчас находятся там. Ну, вот как вот в мыльных операх, да, мы видим, значит, общий план какого-то дома, и потом комнату, где уже главные герои между собой там драматизируют ситуацию. А комната, на самом деле, это просто в студии, да? Совершенно в другом месте. Как правило, очень часто, допустим, вход в какое-то здание, да, снимается в одном месте, а помещение, комната, зал, да, совершенно в другом месте. Магия кино, вот, дурят нашего брата, как всегда. Ну, зато создаётся, да, создаётся впечатление, что, да, всё очень органично и в одном месте. Мы вот говорили про сериал, а что из «Большого метра» снимается? В «Большом метре», да, с начала года, насколько мне известно, Вестурс Кайриш, режиссёр, и, по-моему, сейчас Худрук, Худрук, это театр Дайлес даже по совместительству, но изначально он, как бы, и кинорежиссёр тоже, снимал фильм «Январь» о событиях 91-го года, баррикадах, вот. И, ну, как правило, костюмы вообще, то есть, я не говорю про эпоху, там, барокко, классицизма и так далее, когда там костюмы просто реально либо шить, либо где-то брать из каких-то других студий, там, тоже Баранова, да, в Чехии и так далее, ближайшие, наверное, то тут, как бы, это тоже достаточно сложно найти костюмы того эпохи, то есть, 91-го года. И поэтому тоже это всё ищется где-то по людям, по каким-то секонд-хендам, то есть, это сложная работа костюмного департамента. И поэтому, то есть, даже мы в сериале, мини-сериале, в котором я работала, у нас тоже один из эпизодов происходит в 91-м году на баррикадах, то мы ждали, когда снимет Кайриш, чтобы у него взять часть этих костюмов, да. То есть, мы подгадывали съёмочные дни под то, что у нас будут эти костюмы, мы сможем уже выбрать и массовку одеть. Ну, не только массовку, да. – Ой, я сразу вот просто вспоминаю, я сейчас готовлю один материал про Солярис Тарковского, и там как раз был эпизод, когда ему ужасно не нравилась куртка Гринько, и, ну, вот он ходил вот в кадре, потом с него содрал эту куртку, начал топтать ногами, прожёг её сигаретой, ну, чтобы вот она как бы выглядела по-другому, и пискнула ассистентка там, Андрей Арсеньевич, вы же хотели потом эту куртку, типа, выкупить, ну, я понимаю, какая-то была импортная куртка, и они как-то, ну, планировалось, и он срочно не объяснял, искусство дороже, то есть, значит, вот главный фильм, куртка подождёт. – Подождёт, да. – Да, и вот, я понимаю, что такая же… – Такая же история, да, да, что как бы ограниченные возможности, и, ну, вот, надо выкручиваться, да, выкручиваться как есть, да, и, как правило, с костюмами достаточно сложная работа. – Я понимаю, что исторические фильмы – просто головная боль, да? – Да, ну, исторически можно уже считать и фильмы, где события происходят в 90-х годах, потому что, в принципе, то есть, воссоздать… Опять же, где же найдёшь игровой транспорт, чтобы он ещё был на ходу тех лет, да, опять же, костюмы, да, то есть, у кого-то, может быть, там сохранились, есть люди, которые там сохраняют одежду, да, и она будет в хорошем состоянии, где-то там секонд-хенды надо смотреть, да, потому что, ну, мода циклично тоже, что-то возвращается, что-то из каких-то там закутков всплывает, но это достаточно сложный процесс. Далее, как бы, из сериалов, насколько мне известно, тоже снимается уже с прошлого года о королеве прессы Латвии, знаменитой Эмилии Бенемень, которую в этом сериале играет Гуна Зариня, известная актриса, она очень много и часто снимается, и в международных проектах тоже, насколько мне известно, и вот, то есть, этот сериал тоже снимался, да, потом такой продукции очень тоже хватает, то есть, это и как с Россией, так и с западными странами, да. Вот что там происходит? Ну, вот сейчас я вот постоянно наблюдаю, что там подыскивают массовку, и постоянно какие-то запросы идут, да, сериал об австрийской принцессе, Си Си называется, да, и... Роме Шнайдер, который когда-то играл, да. Да, 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 вот. Ну, здесь уже отдельно сериал, снимают, по-моему, немецкое телевидение, могу ошибаться, может быть, даже для какой-то стриминговой платформы, вероятнее всего, да. И там, ну, вот, это тоже международный проект, он снимался и в Литве, он снимался и в Латвии, и вот сейчас, как бы, вот, насколько мне известно, были, были пару недель, они снимали в Риге, в Старом городе, на Добской площади, там, вот, проезд кареты, там, тоже массовка тоже какая-то была, то есть люди, вот, а это, да, это, это, как бы, вообще-то же не прошлый век, это, это гораздо-гораздо раннее, поэтому могу представить. И костюмы, насколько мне известно, тоже там были предоставлены не из Латвии или Литвы, да, то есть они там шли из каких-то других стран уже специально под этот проект. Мы подошли вот к самому интересному, к работе с массовкой, я понимаю, что это тоже вот одна из таких функций второго режиссера, и что, я вижу вопрос у тебя на Фейсбуке, в ленте воспоминания, ну, запись воспоминаний Германа, да, вот, где он очень много раз... Старшего, да. Старшего, конечно, да, про массовку рассказывал, и что, что, в чём специфика вот работа с массовкой? И я понимаю, что есть, ведь у тебя, например, есть своя база, да, то есть это, как, я уж не знаю, что это такое, с чем сравнить, с картотекой там, Коробейниковой из 12 стульев там, который там... Гарнитур забирал. Да, гарнитур, да. Ну, это, опять же, то есть это работа с людьми, люди, как известно, разные, это могут быть как и профессиональные актёры, ну, любительские актёры, так сказать, люди, которые занимаются этим любительски, как хобби, да, таки профессиональные, да, потому что как бы массовка вся включает также и какие-то ещё эпизодические роли, возможно, с каким-то даже небольшим текстом, вот, то есть это уже как бы немножко на первый план выходят, а не второй или третий, да. То есть когда там в кафе, там, условно говоря, ну, официанту там заказывает кофе кто-то на заднем плане, то есть это уже вот это тоже... Да, 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 то есть, ну, во-первых, массовка нужна для чего? Для того, чтобы, ну, ты не можешь просто зайти в кафе, посадить своих актёров и сказать мотор, да, то есть тебе надо со всеми, если там люди находятся в этом кафе, те же работники и посетители, тебе с каждым надо согласовать, а можно мы вас снимем, можно вы просто посидите на фоне, так не происходит, да, то есть ты должен сам создавать вот это ощущение заполняемости кадра, да, и поэтому, то есть как бы эти люди, они специально, ну, подбираются, да, чтобы уже, то есть как бы, ну, ты их мог там одеть, ты их знаешь, ты там их садишь, говоришь, что им делать, да, тем более, что как бы все эти разговоры, которые там происходят на фоне, как правило, это губами только, да, то есть, естественно, то есть им надо изображать живых людей, которые просто бы сидели, например, в том же кафе и общались там где-то на втором плане, да, потому что иначе это будет как-то пустой кадр, да, два главных актера. Да, конечно, на крупниках лица, основные эмоции главных актеров, но все равно, то есть как бы заполняемость кадра должна быть, это не только мебель, это и люди. Поэтому, то есть, да, естественно, необходимо приглашать таких людей, да, и есть люди, которые с проекта в проект ходят, да, это их как бы, не знаю, хобби, любительское дело, да, есть люди, которые, то есть профессионалы, ну, не то, что не профессионалы, да, но вот-вот раз от раза снимаются, да, они работают, например, да, и это им нравится, вот, не знаю, у кого-то там шитье, у кого-то вот приходить на съемочную площадку, ждать два часа, чтобы потом посидеть в кадре пять минут. Серьезно, такое-то бывает, да. Например, баррикады, когда снимали в марте, было так, что, то есть, фактически там большую часть времени, да, они не стояли на улице, они все-таки были в помещении, потому что было холодно, но фактически вызов в кадр, да, был там, ну, буквально там, грубо говоря, на полчаса, час общего времени от вот съемочной смены. Съемочная смена традиционно она 12 часов, то есть для всей команды проходит, да, в зависимости от того, там, сколько, какие сцены снимаются, какие актеры появляются, естественно, то есть не всегда все актеры должны там прямо с первого часа быть на площадке, да, и гримироваться, они могут быть вызваны позже, когда их сцены подходят. Вот массовку, как правило, вызывают заранее, да, потому что что-то может поменяться даже в процессе съемочном. То есть могут переставляться сцены или кадры сцен, да, и, соответственно, вот они должны быть в наличии. Это немножко, да, может быть, покажется со стороны таким, ну, неуважением, да, но с другой стороны, как бы, ну, такова специфика кино, да, что ты больше, даже сами актеры тоже, да, то есть между кадрами тоже момент ожидания или там переодевания, потому что сцена меняется на другую сцену и с другого дня, значит, его, соответственно, надо переодеть, потому что он не ходит, весь фильм в одной одежде, да, ну, разве что это какой-то фильм, снятый одним кадром, да, и это какой-то один период времени, там много часов и дней, месяцев даже вот тренировок, да, вот как они будут это все проходить, чтобы снять одним кадром только, а не монтировать потом, склеивать. Вот, так что людей, в принципе, в Латвии хватает, но есть те, которые повторяются, и вот в новом проекте мне даже просили, что, как бы, ну, желательно не повторять людей, да, или желательно, скажем, не брать каких-то людей, которые очень часто где-то мелькали уже в местных именно, ну, фильмах, картинах, да, вот, то есть даже такие рассматриваются, ну, требования, и, ну, естественно, цена вопроса, да, потому что проекты разные, бюджеты разные, да, и, скажем, не каждый, кто уже там себя как-то зарекомендовал, будет готов работать за меньшие деньги с учетом смены, да, потому что... Ну, а вот сколько можно заработать? Сразу перейдем к меркантильной стороне. Не, ну, проекты, я говорю еще раз, могут быть совершенно разные, да, местные проекты, сейчас вот, как правило, я сейчас смотрю, снимаются какие-то сериалы там молодежные, и студенты снимают свое кино, да, и, кстати, у студентов даже многие актеры именитые готовы сниматься, ну, бесплатно, ну, потому что они хотят поддержать новое поколение, да, то есть, например, даже актеры, вот, крупные, они могут согласиться на какой-то такой проект, если он им будет интересен, если режиссер его действительно как-то вовлечет. Поэтому тут сейчас, как бы, да, есть такие два лагеря, то есть, как бы, есть какие-то массовки, где, ну, к сожалению, да, то есть приглашают добровольно, просто, ну, уповая на то, что им будет классно провести время, там, посмотреть, наблюдать за съемочным процессом, да, самим поучаствовать, и потом себя увидеть в кадре, в лучшем случае, потому что при монтаже что-то может, как бы, быть совершенно по-другому сделано, да, вот, или вырезано, и, то есть, как бы, вот, уповая на это, плюс, естественно, предоставляется, там, и питание, и нахождение где-то в помещении, то есть, ну, это важно, все-таки комфорт для человека, ну, чтобы они были все-таки добрыми, веселыми, отзывчивыми, да, то есть, надо им обеспечить, да, то есть, это, а это тоже деньги, то есть, которые, вот, именно на большое количество людей надо рассчитать, да, и поэтому, то есть, многие проекты предлагают это, да, но вот на добровольных началах, то есть, бесплатно. А так, в принципе, то есть, за какие-то массовки, и в зависимости от проекта, там могут быть совершенно разные суммы, там, 15, 20, 30 евро, если, если нет текста, да, просто вот массовка, либо это прохожие, либо это какая-то группа людей, да, что-то там делать, вот, либо это врачи какие-нибудь, пациенты в больнице, например, да, вот, если уже появляется какая-то эпизодическая роль, да, с каким-то небольшим текстом, тогда уже рассматривается его, ну, нахождение в кадре, скажем, да, и поэтому, и взаимодействие с главными, главным кастом, главными актерами, и тогда уже там сцена может вырасти, плюс еще количество дней, сколько там сниматься, допустим, один эпизод могут снимать в разные дни, да, соответственно, то есть это ты можешь рассмотреть как такую сдельную работу, да, и тоже договорную цену назначить, да, то есть я бы не хотела сейчас, как бы называть какие-то точные суммы, потому что это очень зависит от каждого проекта, от каждых продюсерских центров, да, как они что закладывают, но вот обеспечение даже добровольной работы, да, оно тоже, ну, требует, скажем, средств, да, которые в любом случае, то есть человек, ну, не материально, да, но на месте получает. — Вот мои коллеги, в частности, там и Гоша Теплов, и другие, они рассказывали об опыте съемок в российском проекте, по-моему, назывался «Тетушки», вот с Альбертом Филозовым, но было не то чтобы разочарование, но разочарование тоже присутствовало в том смысле, что они изображали уличных музыкантов, ну, которые вот идут по городу, и я понимаю, они сочинили специально песню какую-то оригинальную, они, в общем, придумывали костюмы там и так далее, вот в фильме осталось 3 секунды, там ни звука, ни песни, просто вот видно проезд камеры, и вот уличные музыканты что-то идут весело там что-то распевая, мы не слышим что. Они были, конечно, как, и это всё, то есть мы там целые сутки, мы просто провели на этой съемочной площадке, мы специально готовились, мы сочинили специально вот песню для этого фильма, ничего не вошло. То есть я понимаю, что нужно быть готовым к тому, что ты пудрил нос, ты там сделал модную стрижку, а тебя покажут со спины так, что тебя вообще не узнать. Да, да, ну это как бы, на это сложно повлиять, да, потому что, скажем, ну уже постпродакшен так называемый и монтирование уже, скажем, конечного материала, это уже совершенно другой процесс, да, и ты не можешь на это повлиять. Поэтому, то есть сначала задумка такая, потом когда начинаешь вот это всё, материал отснятый, просматривать, да, и уже монтировать, да, имея монтажные листы или там определенный, скажем, сценарий монтажа, да, уже, то там что-то может уже как бы, что-то где-то не складывается как надо. Или, например, слишком много отснятого материала, хочется включить всё, и поэтому мы, наверное, сейчас видим эти фильмы по 2-3 часа, да, длины, то тебе надо уложиться в определенный формат, да, или, например, длина серии в сериале. 40 минут, да, или где-то 20 минут, да, то есть в зависимости тоже от проекта, на что он рассчитан, там, быстродействие или, наоборот, такое что-то растянутое, но до часу. И ты всё равно должен вложиться в хронометраж. И поэтому, то есть какие-то вот эти моменты, ты, ну, конечно, больше всего страдает массовка. Вот, потому что актёры, ну, актёры, да, они же выполняют свою роль, это идёт всё по сценарию, да, что-то может меняться в сценарии уже на процессе, в процессе именно монтирования, вот, и что-то переставляться или, наоборот, убираться какие-то лишние сцены, да, потому что там другие получились более сильными или такими экспрессивными, и уже не надо вот этого там дополнительного флёра там какого-нибудь. Это совершенно другая уже история, вот. То есть как бы с монтажом не доводилось работать, кроме своих учебных работ, и тогда тоже, когда монтируешь уже, ты тоже понимаешь, что вот здесь бы подлиннее снять, а здесь бы вот это, а тут вот слишком много, но оно мне столько не надо. Вот только поэтому ты начинаешь понимать, что как бы есть три процесса, есть подготовительный процесс, есть сам съёмочный процесс, да, и вот именно третья фаза, да, это уже монтирование, допиливание. Но именно поэтому всё-таки стараются подснять побольше, чтобы было из чего выбрать. Да, да, это так и есть, поэтому больше снимается, но потом уже на конечном монтаже это уже что-то укорачивается или, наоборот, скажем, оптимизируется. Опять-таки у Алексея Германа-старшего в этих вот воспоминаниях записанных была очень интересная мысль, которая, ну вот, во всяком случае, для меня очень многое объяснила, когда он говорит о том, что как раз-таки массовка создаёт фильм, даже не главные герои, а вот именно массовка придает вот это ощущение реальности и жизни, и поэтому вот он настолько очень внимателен и въедлив, и сходили слухи просто о том, что он доходил до какого-то сумасшествия, уволил ассистента, солдаты, которые должны были в автобусе проехать на заднем плане, они были одеты в форму, но только до пояса, потому что всё равно они в окошке не видны, они были там в джинсах, и когда Герман об этом узнал, уволил ассистента и заставил переснять эту сцену в полной экипировке. Это погружение в материал, ну, как сказать, да, это потому что даже массовка, даже не профессиональная, должна понимать, в какой период времени происходят события в кадре, и тот факт, что как бы ты просто до пояса одет, но вот джинсы могут создавать совершенно другое впечатление, то есть пока ты не влез в шкуру фактически своего героя, даже если он не является главным в кадре, ты не будешь играть так, как соответствует той эпохе задумки художественной режиссёра, и это немаловажно. Да, есть, ну, как бы, получается, что приходится, да, где-то что-то, кого-то, ну, пододеть, да, я имею в виду, что как бы человек нужен в кадре, у нас же машина стоит в кадре, нам надо, чтобы водитель в ней сидел, а не пустая машина без людей, то есть даже если там вышли пассажиры, да, но, да, просто тогда накидывали какой-то, если это был какой-то санитарный наряд, да, или так можно сказать, то человеку давали там хотя бы халат сверху, да, надеть, чтобы он вот в кадре, в машине, даже если это вообще будет, ну, как мы знаем, особенно крупные планы, они снимаются весь фон в расфокусе, да, и вот, но в расфокусе, даже в расфокусе должно находиться объект, люди, то есть в зависимости от места, где происходит сцена, даже если там будешь размытый, это еще, кстати, один момент такой, что в основном, то есть ты можешь быть где-то размытый на фоне, и только ты будешь знать, что ты там ходил, да, а остальные там не скажут, ой, Юра, я тебя видел, ты там был, вот, даже так не может быть. Ну, то есть вот того ощущения пустого кадра не может быть, ну, вот этой пустоты. Да, пустоты не запустить. Есть еще вот одна история про Данелию со фильмом «Афония», где там утром герои просыпаются, ну, вот Куравлёва и Симоновой, и вот задумка была Данелию, что проходит свадьба за окном, и вот это окно в их комнате, а не пришли, там вот все сорвалось, невесты не было, или там не было у нее этого свадебного платья, не нашли, и это ужас, вот у него пустое окно в кадре, и тогда оператор говорит, ну, давай хотя бы снимем, вот едет лошадь тащит телегу, они вот взяли с бочкой, проехали, и дальше вот в мемуарах Данелию было, как после премьеры фильма к нему подбегали критики, говорили, как гениально придумано, ведь это символический образ, что вот Симонова потом будет тащить на себе вот этого Афонию, вот как лошадь тащит эту, значит, тяжелую бочку, и он кивал головой, вот вы же это задумали, он кивал головой, ну, и да, 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 именно это, ну, хотя это вот было... Это счастливый случай, и совпадение, ну, такова роль режиссера, вот творчески смотреть на вещи, естественно, видеть уже в картинке, на плейбеке, или вот визор камеры, кто как, какие масштабы снимаются, видеть уже сразу, как это будет выглядеть на экране, то есть уже фактически в голове иметь вот смонтированный, склеенный фильм, и да, это вот как бы такая находка, и я полагаю, таких находок много, и вот, например, ну, из нашего случая, бывают люди, да, опять же, возвращаясь к массовке, которые, скажем, не такие ответственные, да, и если ты с ними не работал раньше, то ты, ну, не всегда можешь рассчитывать на добропорядочность человека, что вот он придет в нужное время, в нужное место и будет сниматься. И не убежит там, вдруг скажет, что у меня там дела. Да, да, многие там говорят, я могу только до пяти, а у нас съемки там, не знаю, с четырех до восьми вечера, где они задуманы. Ну, не можешь прийти на час и уйти, получить те же деньги, которые люди остальные получат, допустим, за вот четыре часа съемочного времени, да. Поэтому случаи такие есть, естественно, люди есть люди, и кто-то не приходит, и об этом зачастую ты узнаешь непосредственно вот во время съем, ты уже находишься на съемочной площадке, там через час должны собраться люди с массовки или эпизодических ролей. Ты звонишь, узнать, все ли в порядке, придет ли человек, он не отвечает ни на смс, ни на звонки, ничего. Ты понимаешь, что все, человек как бы пропал. Вычеркиваем из базы. Вычеркиваем из базы, кстати, это первый шаг, да, потому что если нельзя положиться на человека, то вот, собственно, дальше уже с ним не работаем. Во-вторых, естественно, ты начинаешь искать какое-то решение. Вообще кино, особенно в съемочный процесс, это постоянная оперативная работа вот с нахождением нужного решения. Что-то где-то там, вот, допустим, реквизитного цеха, там тоже что-то где-то вдруг надо неожиданно найти, да. Да, ну не обо всем успеваешь подумать или заранее все подготовить, да. То есть на месте что-то склеивается, что-то вот складывается, да. В то же время, допустим, с той же массовкой или людьми, которые должны из массовки прийти на съемки, не пришли, а съемочная группа. Съемочную группу, просто берешь кого-то из съемочной группы, одеваешь в нужный костюм, главное, чтобы костюмчик сидел, и вот так работаешь. У нас конкретно на последнем сериале «Щите женщину», который снимался по роману Андриса Колбергса в конце года выходит на латвийском телевидении, там произошло так, что у нас должны были быть два убийцы, приехавшие, ну якобы они в форме милиционеров, 95-й год, то есть, как говорится, волки в овечьей шкуре, а они, значит, должны были подъехать и сделать пару выстрелов. И вот один из этих двух убийц у меня был знакомый, с которым я ранее работала, я могла на него положиться, второй был новенький. Вот он не пришел. Ну вот мы взяли администратора из съемочной группы, одели его, и в конечном итоге он получил свой звездный час. Кстати, вот про этот сериал с Колбергсом, я понимаю, что там, если снимается какое-то трюковое кино, ведь это же и должны быть какие-то и трюки, и выстрелы, и как это воспринимает публика, потому что сколько есть историй, когда люди жутко пугаются, когда идут съемки, они не понимают. Это была история еще в мои студенческие годы, прибегал парень в общежитие, он выходит утром, а там шли съемки, он видит, значит, повешенные, значит, надпись «Коммунист» у него, там висит муляж человека, и снимали фильм про немецкую оккупацию, он прибегает, говорит, что уже началось, он с перепоя, то есть он был жутко шокирован. Ну, это, я думаю, как бы шокированные тоже, наверное, были жители того городка, где Тайка Вайтити снимал «Кролика Джоджо», где были вывешены нацистские флаги, символика и так далее. Ну, там, наверное, все-таки были все предупреждены, но могу представить шок, если ты выходишь, а тут висит что-то, или, не знаю, там инопланетяне ходят, расхаживают по городу. Это, ну, конечно, такой процесс не исключен. Немножко я сбилась с «Кроликом Джоджо». Да, мы говорим про то, как люди воспринимают вот эти все выстрелы, погони, крики. Да, 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 шум, да, и прочее, связан со съемками. Да, в данном случае, то есть, естественно, для трюковых сцен приглашаются специальные люди, которые имеют, ну, каскадеры, профессиональные каскадеры, которые ставят эти необходимые трюки. Ну, там не было таких сложных трюков там с полетами, как матрицы на лонжах и так далее. Там просто необходимо было наехать машиной на человека, он падал на землю, да, и, то есть, естественно, он не падал на настоящий асфальт, он падал на матрас. До этого проходила, значит, тренировка, и за рулем машины не сидел актер, а с определенных ракурсов, да, когда снимали, не сидел актер, который ехал в этой машине, сидел каскадер, профессиональный водитель, который не доезжал до этого падающего человека, то есть, он на определенные расстояния подъезжал, резко тормозил, а человека в этот момент, то есть, там тоже слажена очень работа, на таком веревочке лонж, ну, это лонж, только, ну, такой горизонтальный, да, трос, на котором его резко дергали, потому что на нем было одето специальное устройство, да, которое, соответственно, то есть, его сразу же отталкивало, и он как бы падал, то есть, этот эффект падения, да, создавался таким вот сложным образом, да, то есть, как бы, а потом уже следующий кадр, когда тот выходит, наехавший выходит из машины и подходит к упавшему, он уже его видит, естественно, на земле, то есть, он уже лежит, мы поняли, что он упал, упал он на матрас, все раскрыло, но такие есть кино, то есть, это иллюзия реальности, и поэтому, но очень достоверно, очень достоверно, в кадре это очень достоверно должно выглядеть, естественно, это все на монтаже делается, потому что, как бы, вот именно монтажная склейка и позволяет сделать эффект того, что как будто он упал, а тут подошел, вышел, а он уже на земле лежит, на самом деле, он упал на матрас, его подтянули в этот момент наезда, а наехали до него, не доехали. Ох, страсти, а выстрелы? Выстрелы, согласование идет, естественно, с городскими службами, предупреждается, такой-то район, в котором это происходит, вот на, в Москве-Сфорштадте тоже целую улицу мы огораживали на два дня выходных, просили тоже там понять, простить и не ставить машины эти два дня вдоль улицы, потому что игровой транспорт был 90-х годов, и вот там этот проезд сложный, вот от начала улицы до светофора, даже светофор был игровой, то есть муляжный, его тоже свет подгоняли под необходимое положение, что там на красном резко должно затормозить, то есть врубали красный, когда уже машина подъезжала, это все очень слаженная работа, куча служб, которые работают, в том числе и каскадеры, и, да, выстрелы были такие сильные, ну, а в основном народ выходит и собирается где-то вокруг, и смотрит, там дети визжат, пищат, им говоришь, тихо, нельзя в кадре это делать, потому что, естественно, это все ненастоящие патроны, специальные, пиротехнические, вот, ну, для создания эффекта, и для того, чтобы там машине было разбито стекло, бы брали похожую машину, ей разбивали уже потом эти пулевые отверстия на лобовом стекле, там, это, это дико интересно, это ужасно, так вот, прямо вот, до мурашек, да, но это очень сложный процесс, и там вот очень все точно должно быть сделано и выверено, поэтому, да. А сгоревшая машина? А сгоревшая машина находилась, опять же, находилась похожая марки машина, остов ее, ну, скорее всего, где-то на шротах, и на шротах уже, вот, оттуда вы ее привозили, я даже не стала спрашивать, вы ее сгоревшей уже нашли, она не горела в кадре, там уже как бы сцена на следующее утро, приезжают на расследование преступления, вот, как раз-таки после этой стрельбы, и сжигания машины, и машина якобы уже там только тлеет, вот, это были очень ранние съемки, у нас на этом проекте было очень много ночных смен, вот, реально, там, с 6 вечера до 6 утра, 12 часов, и вот очень много было таких ранних, где там с 4-5 утра надо было работать уже, и вот мой конек – это ночные смены, я вообще ночной человек, сова – супер, да, вот, а ранние смены – это когда там, спать только 3 часа, ну ладно, и вот встаешь, едешь, потому что начало съемок – это одно время, а тебе еще надо доехать, там, приготовиться, встретить там актеров, массовку, всех организовать, это, естественно, у тебя еще, получается, время, то есть часа 2 еще до этого ты должен еще доехать, до места, потому что локации совершенно в разных местах, но снимали в основном в Риге. – У нас буквально одна минута, осталось, может быть, завершающий вопрос, как вот рядовой носит в ранце, в жезл маршальский, нет ли все-таки желания снять такое, ну, из второго в первые режиссеры? – Желания есть, идеи есть, но реализация – это как сапожник без сапог, вот с организацией, вот все там в проект вникнуть, все организовать, довести до ума, да, а вот как сапожник без сапог сама не могу как бы взяться за свой проект, хотя идея есть, сценарий там, наготовка, заготовка есть, ну, наверное, всему свое время, вот что я говорю, то есть как бы не всем быть режиссерами, да, и я как бы не буду переживать, если это все-таки не произойдет, да, возможно, просто я не встретила своих единомышленников, с кем эту идею можно развить дальше уже в какой-то проект, и, то есть, ну, да, у каждого найдется работа по своим вот способностям, и если даст Бог развить мне свою идею, то почему бы не снять? – Наталья Заградская, работник киносферы, второй режиссер, рассказала нам вот секреты кинопроизводства и то, что сейчас происходит в латвийском кино, спасибо большое, – Спасибо, Олег, – До новых встречи. – До свидания. – Радио Болткома.